представляют. Надежда Мамаева «Это мое дело» читают Анастасия Шумилкина и Илья Слоневский. Глава первая. Очень горячая девушка способна нагреть мужчину на кругленькую сумму. Татьяна Серебрянская. Пятничными вечерами, такими как сегодня, мне кажется, что я сошла с ума. Впрочем, в остальные дни недели я в этом абсолютно уверена. Но когда в поте лица порхаешь с подносом по залу, мысль о собственной вменяемости вытесняется другой. От чаевых. А ведь четыре года назад, сдав проклятые трижды ЕГЭ и поступив на юридический, я думала, что вытянула счастливый билет. И вот уже месяц минул, как я прошла тернистый путь госэкзаменов, защитила в неравном бою свой диплом и стала бесценным, с нулевой ценой на рынке вакансий, молодым специалистом. Возможно, если бы я училась только за себя, то сейчас цокала бы каблучками по мраморному полу суда или фирмы, составляла договоры и стенографировала в блокноте какой-нибудь процесс. Но жизнь повернулась на 180 градусов и стенографировала я в блокноте, увы, не процесс, а заказ. Два тирамису и одно фирменное блюдо заведения, пасту карбонару, которую наш повар, явно маг-некромант по призванию, мог оживить так, что никто не догадывался о давно вышедшем сроке годности. Причем получались у него эти спагетти, уроженцы Барнаула, не только вкусными, но и безопасными для желудков посетителей славного заведения «Голодный лось». Я же говорю, маг. «Таня, пошевеливайся, за седьмым тебя заждались уже!» Уверенный голос с восточным акцентом легко перекрыл все звуки. «Уже бегу!» — отозвалась я и, подхватив на поднос салаты, поспешила в зал. Управляющий Айрат, будучи в зале, имел дурную привычку ни на секунду не отрываться от работы. И все бы ничего, но и от подчиненных он требовал того же, особенно по пятницам, когда вечером зал был полон гостей, кухня чеков с заказами, мойка грязной посуды, а рот официантов — невысказанных ругательств. Облегченно выдохнуть я смогла лишь ближе к утру. До закрытия лося оставалось пятнадцать минут, и я уже предвкушала, как сниму униформу, джинсовый фартук и клетчатую рубашку, натяну футболку, накину на плечи трикотажный кардиган и пройдусь по сонным городским улицам. Рассвет вызолотил сочную густую листву, поливальная машина оставила на асфальте лужи, которые к десяти часам высохнут, и июль выдался жарким. Самое время для неспешной прогулки. Благо, работа рядом с домом. Интересно, мама уже проснулась? А брат? Хотя брат вряд ли. У него же каникулы. И тут в почти пустом зале нарисовался, ацетоном не выведешь, посетитель. Мысленно скривилась. Вспомнила, что управляющий постоянно нас поучал, что официант должен именовать всех входящих в ресторан не посетителями или клиентами, а гостями. И только так. Мне хватило быстрого взгляда, чтобы оценить гостя. Высокий, широкоплечий, смуглый брюнет. В дорогом костюме с широким галстуком. Уверенный вид, цепкий взгляд. От такого мажора жди не чаевых, а не приятностей. Вслед за ним валился накачанный, того и гляди лопнет, бритоголовый в спортивках и футболке. Татухи на все бицепсы-трицепсы, точно здоровяк нырнул в чан с чернилами. Нет, пожалуй, за этими двумя придут не мелкие неприятности, а матерые проблемы. Между тем качок пружинистым шагом нагнал брюнета и похлопал его по плечу, отчего тот едва заметно поморщился. Я тяжело вздохнула, но вот. А счастье было так близко. И принес же нечистый сюда эту парочку под конец смены. Пробудут теперь минимум час. Брюнет и качок уселись за мой столик, окончательно убив любую надежду вовремя убраться домой. Лозунг до последнего клиента начальство исповедовало свято. Я уже подхватила меню, готовясь к приему заказа, как сзади раздалось «давай я их обслужу». Машка? Вот так сюрприз. Обычно ее не допросишься помочь, что вполне объяснимо. В Лосе Маша работала отнюдь не из-за приличной зарплаты, хотя от Оной, как и от чаевых, никогда не отказывалась. Нет. Здесь она рассчитывала найти мецената для своей умопомрачительной красоты. Стройные ножки, точеная фигурка с тонкой талией и крутыми бедрами, аппетитная почти бразильская попа, острые ноготочки-стилеты, пушистые ресницы, пухлый рот. Все это требовало неусыпного внимания, безжалостных новомодных диет и банальных денежных вливаний. «Ну, если хочешь», — обрадовалась я. Машка покусала губы, одернула свою мини-юбку в стиле максимум информации при минимуме затрат, которая приклеивала мужские взгляды намертво. Расчет, видно, был такой у Машки, чтобы намертво-намертво. Чтоб она, значит, идет вся такая красивая, а мужики за ней стаей леммингов мигрируют. Не хотят, но мигрируют за бразильской попой. Предводительница леммингов сдула с олба кокетливый пепельный локон, выпетила и без того выдающуюся во всех отношениях грудь, и походкой от бедра поплыла к столику. А я потопала закрывать свою смену и выпрашивать напрокат у шеф-повара сковородку. Нашу папа вчера умудрился сжечь вместе с картошкой, которую жарил. А сегодня у мамы был День Ангела, и хотелось ее порадовать воздушными блинчиками. Вообще-то за пару улыбок и свидания некроман... Пардон, повар, испек бы мне целую гору и блинчиков, и оладий, да хоть чебуреков, но мне хотелось самой. Лично. Для меня это было важно. После маминой операции, после всего, через что прошла наша семья, я стала поособенному ценить простые радости. Такие, например, как испечь блины для ма. Самой. Готовить и знать, что есть для кого. Я уже повесила униформу в шкафчик, любовно погладила сковородку, которую клятвенно обещала вернуть повару в целости и сохранности, как дверь с размаху бухнула о стену, и в раздевалку влетела Машка. «Меня уволят и... и... посадят!» В ужасе бормотала она. Подбородок затрясся, нижняя губа поехала в сторону. Из идеально накрашенных глаз хлынули слезы, оставляя некрасивые разводы на щеках. Вот тебе и водостойкая тушь. «Маш, что случилось?» «Это ты! Это все из-за тебя!» — крикнула Машка. В голосе отчетливо звенели нотки начинающейся истерики. «Что из-за меня?» — растерялась я. «Все! Твой столик! Сама бы и обслуживала!» Провыла она и кнула и вцепилась в мою руку. «Тань, помоги! Ты же юрист! И тот козел тоже юрист! Вы...» «Две гадюки и шипите на одном языке!» — мысленно подхватила я. Машка шмыгнула покрасневшим носом, смахнула ладонью мутные капли с подбородка и продолжила. «Вы сможете договориться, а то меня уволят! Помоги, пока Айрат не узнал!» Она снова заревела белугой. Больше ничего внятного добиться не удалось. Я вылетела из раздевалки, помчалась к Сашке-бармену и через пару минут уже знала, что произошло. Машка, как всегда, постреляла глазами, повеляла почти бразильской попой, втиснутой в легендарную юбку. Бритоголовый весьма впечатлился. Заявил, что не прочь покататься на тачке с таким... бампером. А брюнет, на которого был рассчитан сей парадный заезд, даже внимания не обратил, чем оскорбил Машку до глубины души. Но она его в отмеску и обсчитала. Да, водился за ней такой грех. «Обсчитать», — признавалась Машка, — «хуже наркотиков. Один раз попробовал, и всё, подсел капитально. И уж сколько её стращал Айрат. Правда, каждый нагоняй заканчивался одинаково. В подсобке, под интригующий аккомпанемент из женских стонов. Вот только сегодня осечка вышла. Белый воротничок дружил с математикой. И Машкин обсчёт, словно недельный утопленник, всё равно всплыл на поверхность, как его не придавливали камнями из списка действительно заказанного. «Её точно выпрут», — философски закончил Сашка. Спокойствием бармена можно было сваи забивать. Причём в железобетон. «Айрату дармовым ужином не отделаться. Этот перец оказался адвокатом. Обещал иск минимум на пятьдесят тысяч». «Пятьдесят!» — потрясённо присвистнула я. «Пятьдесят!» но иногда это была в банки прав Гетос Republic».